Работали участники акции одновременно на трех реках – Сочи, Псизуапсе и Хирота. В Адлере, в районе улицы Банановой, санитарный порядок местным энтузиастам помогал наводить заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края. Тут из воды экологическому десанту пришлось вытаскивать старые покрышки, доски, металлические конструкции, а еще бутылки, банки и даже старый телевизор. Русло реки Хирота захламлено на всем протяжении. Виновники такого нарушения всех санитарных норм и правил – сами местные жители, которые и выбрасывают мусор в воду. Я считаю, что это непросто, недопустимо, это преступное поведение, потому что это в итоге все попадает в воду, отравляет воду. Еще это и дополнительные препятствия при пропуске паводков. У нас эта река неоднократно страдает при повышенных расходах воды, и дополнительно вносимые бытовые отходы, строительные отходы просто увеличивают подпор, не позволяют пропускать паводок. И все это на прилегающие территории разливается. Поэтому, прежде чем что-то бросить в русло, нужно 10 раз подумать, потому что завтра в ваш же дом их затопят. В Сочи общекраевую природоохранную акцию поддержал Сочинский водоканал. Координаторы проекта отмечают, делается это в том числе и для того, чтобы ЧП, подобное тому, что произошло 25 июня прошлого года, больше не повторилось. Экология и водоканал – это два неразрывно связанных компонента. 2017 год объявлен Годом экологии нашим президентом Владимиром Владимировичем. И мероприятие, которое вы видите сегодня, только начало. И, конечно же, Сочин водоканал планирует принимать самое активное участие в экологических мероприятиях подобного рода. Участники субботника провели громадную работу. Только с берегов Хироты вывезли несколько самосвалов мусора. Подобное наведение санитарного порядка в Сочи проводится ежедневно, отмечают власти города. Курорт готовится к летнему курортному сезону. Нам предстоит еще много, но помощь ощутимая и помощь существенная. Я призываю всех жителей, ну, прежде всего, любите свой город, любите свой район. Меньше вы все-таки мусорите, а самое главное – наведите порядок. Потому что мы живем в одном городе, в одной стране, и мы должны любить ее так же, как любим свой дом. На уборку берегов сочинских водоемов приехали волонтеры, депутаты, чиновники, работники водоканала. Не присоединились лишь местные жители. Модернизация, новое оборудование обеспечивают безопасное для экологии водоотведение. Но в целом экологическое благополучие города зависит от каждого сочинца. Отмечают организаторы акции «Чистые берега – чистая вода».